Давайте теперь сложим ее подкапоросом и посмотрим подспудно при проработке джанны. Даже не подходя. Но дело в том, что у нас некое топологическое расположение ног, оно было джанну шершаса, не можно сказать, что это половина ватха канасты. Ноги сильно поднялись? Обычно так и лежат. Пробуем положить чуть-чуть. Если вы чувствуете, что у вас ноги припутаны, а не лежат спокойно, значит можно слегка попробовать их подзагрузить. Выпрямили спинку, если у вас ноги помняты, и мягкая нагрузка. Если у вас ноги лежат, то пробуйте дать легкий наклон вперед. Или же при лежащих ногах включить в мышцы, которые прижимают их плотнее. Или постучали. Динамическое составляющее. Или же статическое. Динамическое ножами и подушили. Теперь приподняли носочки, захватили себя пальчиками за носочки, приблизили пятки ближе, опустили ноги. И уходим пупком вперед на пятки. То есть дорабатывать ноги в момент наклона можно не дорабатывать. Вот вы уходите пупком, коснулись пупком, мы дальше уже, если они не лежат, доработали мышцами, толкающими их вниз. Или же в пассивном режиме раскрытия, нажали локтями на ноги. Ушли пупком. Ушли грудь. Коснулись большими пальцами подключичных опостей. И коснулись пупком. Заметили тот уровень Бадхаконасаны, который у вас есть. И теперь мы пробуем сработать с тазом, как мы это делали уже несколько раз. Выпрямляем ноги. Располагаем нас на полу. Руки на таз. Большие пальчики на передние и верхние подвздошные волосы. Для касания. А остальные, если получается, задние подвздошные волосы. И растеряем спину. Лопатки на полу. Комфортно лежим. И начинаем работать с тазом. Так, с джойстиком-манипулятором. Мы можем использовать как бы шесть точек, шесть кнопок. Большие пальцы, средние пальцы, которые располагаем ближе к задним подвздошным остям верхним. И указательные, которые выпрямлены в направлении туда ягодиц. В комфортном положении. Важно, чтобы руки. У вас есть три кнопочки. И вы пробуете выполнить некую компрессию каждой из кнопок. Обязательным условием является комфортность удержания этих кнопок. И смотрите, какая кнопка начинает проваливаться. А может быть массив кнопок куда-то проваливается. И позволяйте им проваливаться до того, как они подчувствуют предел. Но по мере того, как эти кнопки будут проваливаться, другие будут всплывать. Или какая-то кнопка проваливается, остальные всплывают. И смотрите, что происходит с тазом. Таз очередно тоже будет входить в какое-то движение. 3D. После чего движение замрет. Вы пережидаете. Может возникнуть некий терапевтический эффект. Признаки которого вам известны. И дальше будет следующий этап движения. Можете отследить его до следующего предела или следующей остановки. И так можно проделать. И так можно проделать. Три или пять раз. Важно, чтобы каждое движение. После его торможения заканчивалось. Терапевтическим эффектом. Терапевтическим эффектом. Проявлением. При признаками терапевтического эффекта. Соответственно. Чем ярче эти проявления. Тем лучше идет проработка. Терапевтические эффекты. Дышим. И теперь мы делаем вдох, с выдохом поднимаемся, делаем вдох и с выдохом поднимаемся. Получалось? Чуть-чуть как? Какие-то проявления у вас были? Да, вот это является одним из вариантов. То есть где-то внутри кости реально, таз это реально, он состоит у нас из подвздошных костей, крестца и костей лобковой силы. И они действительно, вот крестцово-подвздошное сочленение может отработать, где-то напряг такой, или где-то в костях, или головка бедра сработать. А теперь давайте проверим, как вот эти моменты, а никого в жар не кидало, или пульсации такие, движения вообще практически нет в руках. Вы просто приложили, смотрите, как вот в песок руки пошли, но в то же время здесь в песок руки входят, а тут их выталкивать начинают. И вот это вот движение. То есть ощущение, что так сейчас начинает. Да, торзии тоже может быть. То есть вы ловите вот эту торзию и вот доводите ее до предела, как она дошла, встала, все. Может быть. И смотрим. Что? Легли? Без напряга? Ну, нет, я наше прошло. Ну, а до того? А до того не мог. Где-то клинило, не знаю. Где-то клинило. То есть, а у тебя какие проявления были, когда ты с тазом работал? Ну, я так чуть подвигал. В перцепции подвигал или подергал? Не, ну, так. Ну, я не знаю, что-то. Как в коробку. Угу. Даже туда-сюда. Куда повелу, да? Ну, так. Доходил до предела? Ну, так сказать, туда-то что-то. Ну, как-то все. Трудно. Евгений Анатольевич, что у вас было? Самая новость. Угу. Что? На столик. На сколько? На 8 сантиметров? Нет. Или не хватает 8? Нет, нет. Вот было вот так. Сейчас. Угу. Ну, то есть, 8 сантиметров колени опустились. Без напряга. То есть, вот я. А если ты включишь мышцы? Хорошо. И теперь мы пробуем, что же происходит именно в Адхаму Хабадхаканасе. Насколько вот вы можете уйти вперед у комы. Спасибо. Спасибо. Угу. 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 Можете попробовать еще вот этот вариант. Смотрите. Взяли руки сзади в замочек. Положили замок сзади. Раскрыли группу. Толкнули таз вверх. Копчик. То есть, вы берете как бы и толкаете копчик вверх. Теперь вверх. Руки сзади. Угу. 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 Ну, сначала, может быть, тяжело все, пока. А? А? Ну, плечи раскрываются. Да, это классный вариант, когда вы уже... А сейчас вот как у тебя наклон получился? Пупок приближается? Почти. Ну, почти. Ровно плечи. Лёх? Носом. А, носом касаешься? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Угу. А что, Евгений Яковлевич, вы говорите? Да, прорабатывается. То есть, смотрите, многие вещи вы можете прорабатывать именно вот с этими структурами глубокими. Угу. Угу.